Привет всем! Хочу сегодня рассказать вам о том, что мне помогает оставаться на высоких вибрациях в любых ситуациях. Как-то мы с детства привыкли, что наши родители и все окружающие люди склонны воспроизводить, думать о плохих сценариях. Люди делают больше склонны думать о негативные прогнозы, негативные сценарии. Но мы же понимаем, что если мы думаем о плохом, это плохое потом воспроизводится в нашей жизни. И если мы хотим научиться управлять нашей реальностью, нашей персональной жизнью, то мы должны научиться отслеживать свои мысли и то, о чем мы думаем. Так вот, что мне лично помогает всегда оставаться на высоких вибрациях, это любая негативная мысль, которая ко мне приходит, я ее перекручиваю. Что, а как я хочу? Например, мне не нравится мое жилье, я думаю о том, а как я хочу. Мне не нравятся какие-то отношения, я думаю, а как я хочу. Или я начинаю думать плохо про какого-то человека, я это отлавлю и начинаю думать про этого человека хорошо и находить в нем хорошие качества, и приписывать ему даже, может быть, несуществующие хорошие качества. И, например, особенно про деньги, очень важно про деньги отслеживать вот эти негативные мысли, этот страх, что денег не будет, что мы же должны понимать, что это всего лишь чувство, это все лишь в голове. Деньги будут, деньги придут, они приходят на наше внутреннее состояние. Чувство вины, когда тратишь деньги, что потратил слишком много или не на то, что надо, вот надо было сэкономить, абсолютно убирать эти все негативные чувства. Потом в отношении, там, кто-то что-то не так сказал, кто-то что-то... Вообще любую мысль перекручивать в то, а как я хочу, чтобы было. Вот даже вот до какого-то абсурда, может быть, доходить, вы можете придумывать себе даже пусть какие-то там сказки, например, ну, будто бы этого не может быть, но должно быть чувство, что вот подумал об этом, и улыбка на лице, и приятно внутри становится. Потому что на вот эти чувства, именно на эти вибрации, чувства вибрации приходят потом события, которые проявляются в реальности. Также сейчас вот эта ситуация на Украине с этой войной, все люди в сильном негативе, очень трудно думать что-то позитивное по этому поводу, но люди, вы должны понимать, что если это происходит, значит, это должно было произойти, значит, есть какая-то причина, по которой это все происходит. Это энергетический процесс, это, в общем, перестаньте кого-то винить и кого-то вот сильно жалеть. Вот, например, если случится землетрясение, и будут большие разрушения, или случится какой-то ураган, торнадо, это тоже будет... Кого вы будете винить? Вот так же самое, вот эта война, это вот такой вот процесс стихийный, который вот такие энергетические процессы произошли, что это должно было случиться. и перестаньте винить. Вот, например, если вы кого-то жалеете, что люди там гибнут, например, испытывают какие-то бедствия, ихняя душа решила прожить этот опыт. И нужно нам уважать этот опыт, мы должны смотреть на это уже как-то сверху, понимаете, потому что, ну так оно есть, понимаете. Ихняя душа решила прожить этот опыт. И нужно уважать этот ихний выбор, ихний опыт. И, например, если человеку в какой-то сложной ситуации приходится бежать куда-то там, уезжать, бросать дом, то всё. Можно подумать, а может быть, этот человек внутри, у него был внутренний запрос на какие-то перемены. Он хотел что-то изменить в своей жизни, но его вот это вот гнездо какое-то, насиженная база, его не пускало. Его вот держишься за вот это материально, вот нажитое, добро уже, всё стабильно, вот эта комфортная зона комфорта, или как это, тихое болото. И у человека был внутренний запрос, а тут трах-бах-бац, и всё, человек вынужден поменять что-то. Или если человек погиб, ну давайте примем то, что, значит, душа этого человека сделала этот выбор, прожить этот опыт, понимаете. Или если человек, например, сидит под бомбами, сидит там в убежище и вот говорит, вот такое вот со мной происходит, капец-капец, а может быть у этого человека внутри был внутренний запрос на научиться любить, научиться принимать, научиться... То есть всегда вопрос к себе, к себе, что внутри, какой у меня запрос внутри, почему это со мной происходит, понимаете. Пока мы будем искать виноватых снаружи, трудно изменить что-то. Надо научиться вот этому принятию, да. Трудно, да, трудно, я знаю, и мне скажут, ты там в безопасности, у тебя там, тебе бомбы на голову не падают. Но поверьте, по уровню стрессу я пережила то, что вот людям приходится переживать. Тоже у меня в своё время, я за три дня собрала детей, документы, и уехала неизвестно куда. Ехала там двое суток в бусе, в жарком, блин, стояли на границе, блин, там сколько-то, двенадцать часов уже, ну, тоже было, всё было, понимаете. Жила в таком уровне стресса я тоже жила, что тоже, что и, ну, бомба не бомба, обстрел не обстрел, но я понимаю, что люди сейчас переживают. Поэтому просто научиться вопросы себе задавать. Тоже тема отошла, я начала говорить о том, как оставаться на высоких вибрациях, но это тоже в ту же кучу, так скажем. Всегда надо думать, а что я хочу, чтобы было, а как я хочу, чтобы было, на любое малейшее. Мне нравится внешность, например, мне нравится ваша внешность, представляете, как я хочу. И когда вот этого больше накопится, будет больше, чего, как я хочу, представлений, и вот этих внутри чувств, что когда внутри больше того, чего я хочу, оно начинает медленно, медленно, оно проявляется, проявляется, проявляется в реальности больше и больше. Ещё на счёт денег тоже вот эти, там, работу найти, какая там что-то, вот это всё. На счёт денег очень много проблем в голове, как бы вот этих страхов. Я хочу сказать, что вот какое-то время назад, там, год или когда, я начала внутри вот транслировать, я сказала, я занимаюсь тем, чем я хочу, делаю то, что мне нравится, и деньги получаю просто так. Я живу так, как я хочу, я живу со своими детьми, и деньги получаю просто так. И это вот твердило, 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 и сейчас у меня это есть. Да, я там не супер богата, я не там супер пупер, но у меня это есть, вот это какая-то такая жизнь, которая, когда я ничего делаю, то, что я хочу, занимаюсь тем, что мне нравится, и я не забочусь о том, что мне надо где-то найти работу, блин, зарабатывать деньги, и деньги приходят, понимаете. То есть внутри, я просто говорю об этом, потому что я уже на собственном опыте испытала очень многое из того, о чём я говорю, что то, что внутри, то придёт к вам. В общем, люди, всем добра, любви, я вас всех люблю, целую и обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok